Дианта Диана Топальски против Муслима Салихова Реферинге Вячеслав Киселев, Россия Еще один супербой, который обещает быть очень интересным В весовой категории до 84 кг Муслим Салихов, представитель клуба «Боевой орел» город Сахасавюрд Против Диана Топальски У Топальски из одного его поражения Это проигрыш кому? Это проигрыш Михаилу Цареву, если мне память не изменяет Совершенно верно Причем проигрыш хайкиком, что удивительно Причем проигрыш хайкиком Все остальное это хороший побед Большой, сильный ударник сам не борется и старается не давать бороться другим Соперник ему подстать Наконец-то произошло это событие Король Санда пришел в ММА на большую арену Единственный не китаец, обладатель титула короля Санда Муслим Салихов Популярность в Китае фантастическая В смешанных единоборствах есть Федор Емельяненко И удалось заключить Контракт с этим человеком Благодаря усилиям Главы клуба «Fighting Eagle» Гаджи Караева Из-за которого он сейчас и выступает Ему специально поставили двух ударников Проверить Чья ударная техника поинтересней Скажи крамольную фразу Проверить, чего кунгфу сильнее Да, 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 но здесь кунгфу в исполнении болгарской кунгфу Имеет место будет, скорее всего Но не сказать я невысокого А у него мнение Я просто ничего не знаю Гусейн Магомаев и Магомед Гаджиев его тренируют Базовый сандаист Спецом он под болгарины не готовился Также Там очень большой вклад Внёс в том числе Не в подготовку спортсмена А я имею ввиду клуб «Пять сторонцвета» Прославленная школа Да, прославленная школа сандаистов Александра Буряка я имею ввиду Там уже где и спортивный интернат Будет пытаться, по крайней мере мы с Гаджи Караевым Побеседовали перед этим И план будет пытаться пробить А что с ним бороться что ли? Зачем? С чемпионом Болгарии по кикбоксингу Побороться, может быть, имел бы смысл Как раз с чемпионом Болгарии по кикбоксингу Но здесь, знаете, это будет принципиальный вопрос Противостояние именно в ударной технике Но пока разведка Болгарии Вот это да! И вот он и Муслим с Алихан Вот это да! Разведка Боинг превратилась В атаку по флангу Немножко пришёл в себя сейчас Болгарин, конечно, потрясён Качнул в левое И убирая корпус с правой руки Бабах! Да Поймал, но вот Сейчас Болгарин может Болгарин побежал обижаться Сейчас будет интересно, дорогие друзья Разведка Боинг закончена Выцеливает, выцеливает Муслим Подобраться к своему сопернику У него, конечно, богатейший арсенал Различных ударов Стойкий и с рук, и с ног Откуда прилетит Откуда прилетит Оттуда и больно Да И разрушительно Ну что, да Сейчас советует как раз В глаз ноги по печени Скрутить уши Вполне себе Заряжает Обратите внимание Бедрами чуть-чуть двинул Проверяет Делай правую руку Делай Пойдём Поддавливает Поддавливает Сальхов Хороший опять удар с правой Пришёлся в защиту Болгарин был к нему готов Ну, один раз оттуда уже прилетело Больно Посмотрим, когда Муслим начнет включать Все знаменитые вертушки Чуть-чуть повыше болгарин Чуть-чуть подлиннее руки Номинально ему поудобнее Да, но Муслим попадает Вот Один ударом ещё Заряжается Да-да-да И сейчас немножко кинулся А то, что кричит угол Не кидайся Не кидайся Не надо за ним гоняться Потому что Попадание на встречный удар Случайность Которая была бы Очень обидной Корпус пошло Победитель Олимпиады Боевых искусств В Пекине В той самой первой Да-да-да Той самой первой Однократный чемпионер Понятно, что здесь Будет расчётливо Но Был бы Александр Был бы партер Он его добил бы Уже после попадания Сразу Вообще не должно Ну, потихоньку Мусуль Салеха Надо адаптироваться Ну, для себя В ММА И поэтому, собственно И соперник у него Не борец То есть мы подобрали так, чтобы Было максимально интересно Зрелищно И опять же Дэйн Топальский Знал-то такой Мусуль Салеха сказал Да? Я с ним готов подраться И буду биться с нестойки Хорошо 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 Осторожничает Правильно Подбирает дистанции Тем более, что Болгарину это надо атаковать Отличный Лоу Жесткий Лоу Поджимает Хороший удар Да Сейчас пока Был держит Тэн Топальский Эти атаки Это при том, что 29 лет В принципе Спортсмен уже не молодой Опытный Чемпион Болгарии по кикбоксингу Ну да Чемпион Болгарии по кикбоксингу Один чемпион Болгарии по кикбоксингу И в принципе Сейчас Один из самых Подающих надежды Убрать болгарские ОМА Глобальные Болгарии в основном выходцы Конечно С боевого самбо Да, да, да Единственная команда Те же братья Демитровы Да Тоже Благой Иванов Ну вот Дэн Топальский У него бэкграунд кикбоксинг Ну и там спорта Да Ну что ж Первый раунд Хорошо Да Полностью восстановился Болгарин Никвин Салихов Никвин Салихов Отработал в принципе Никуда не торопясь Это наверное самое главное Поскольку А куда ему торопиться В бой Хоть идет по правилам ММА Но Болгарин ему сейчас Ну то что не может Наверное Не надо ему предлагать Какие-то партерные игры Непонятные Смотрим и повторим Здесь очень любопытно Качнулся Ой как здорово Ой как здорово И как быстро Между ротом и глазом Прямо в скулу Шара Ударно-каутирующий Андрей Семенов Оценил Андрей Семенов Белая акула Ну ждем возвращения акулы Появление его в рейдже Скорее всего Он состоится осенью Осенью Договоренность есть какая-то Предварительная Договоренность уже есть Осенью мы планируем Гран-при в среднем весе Ожидаем там Андрея Семенова Ожидаем там Ни много ни мало И Вячеслава Василевского Ну слава вернется Да Ну слава вернется скорее всего Еще чуть раньше Сейчас у нас Завершаются переговоры Поэтому Как у него с руками то Все в порядке Вроде слава Богу Мучили выйти травмы Нас ждет очень много интересного И сегодня в дальнейшем М1 старается Предлагать максимально качественно Интересный продукт для зрителей У нас сейчас второй раунд уже Дэн Топальский Пытается перейти в атаку Но пока кроме прямых ударов Ничего не Где ноги С Олегом не предлагал Но ноги Где ноги Где ноги Было пара ударов коленями Ага Попал Джек попал заулыбался Да И сразу в корпус улыбается Да Но видно что конечно Болгарин ударник Это его игра Но тоже это Полностью комфортно себя чувствует А сейчас его возьмет Допустим мусли Пытаются удивить Прекрасно выставленная передняя нога Просто изумительно Хватай не хочу Называется Такой дистанции Что у меня достаточно просто Сверху упасть Хорошо Хорошо Получается Потихоньку получается Масли Масали Не тот не другой Обратите внимание Не использует Ну они ноги Ни колени Чисто Такой знаете Ударный предыдуст на руках Кто кого здесь Перехитрит Передумает Осторожничает Ну куда Ох, хорошая двоечка Масли Хлеба правый правый Удар Крупуса голова И заааааа Поддерживает Масли Масли Хлебова Слан-герой России Россия Надо взрываться кажется Вот удар С ноги Ага Ура! И у нас Партер. Дорогие друзья. Ура! Побежал болгарин Партер. Может быть, сообразил, что тяжело ему будет что-то ловить. В стойке, в принципе, закономерное решение. Есть тейкдаун. Осталось позицию только законтролировать нормально. Да, есть. Решил хватить на скейтбоксинге. Пора побороться. А вот теперь как раз интересно, как и Муслину салит по Спартер. Ну, он сейчас тренируется в клубе Fighting Eagle в Хасавюрте. Вместе с Маратом Гафоровым, здесь очень чемпионом на челлендже в легком весе. А это один из лучших характеристов нашей страны. И с Магомедом Магомедовым, восходящей звездой, который тоже является отличным грейплером. Ну, сейчас, конечно, так вот лежать и получать удары тяжелые в ребра коленями не очень хорошо. Это после того, что перевод-то был в исполнении болгарин. Ну, что, здесь пока поднимать-то вообще не за что. Нет, нет, нет. Здесь работа. Согласимся с секундантами, пока что идет активная работа со стороны болгарина. Муслиму надо ноги заправить в гард, завязать тогда, если он не собирается с ним бороться. Не, не, здесь все, в принципе, в пределах правил, насколько я вижу. Да, болгарин-то так получше сейчас смотрится в партере. Матчика свою игру. Попытаться Чайский сейчас делать, в принципе, вполне себе. Но не стал. Вячеслав Киселев перевел бой в стойку. И Муслиму Салихову надо быть поосторожнее. Болгарин. Перевод он зевнул просто в одну сторону. Да, дейкдаун. В общем, такой откровенный. Может, это как бы, скажем так, заведет. Муслиму Салихову, и он все-таки пойдет вперед и снесет Дэйна Топальского. В принципе, он сейчас уже переднюю ногу отбил, отбил довольно сильно. Гематома такая серьезная. Хайки, вот, хайки. Жесткий. Ищет туда под над сустав набросать пару-тройку ударов, лишить подвижности, и потом подобрать дистанцию выстрелить. Я думаю, что он сам прекрасно понимает. Просто пока не очень охотно использует. Сейчас брошу. Да, не прошел сейчас удар с левой. Остается полтора минуты второго раунда. Дэйна Топальский очень внимательно смотрит на своего оппонента, ожидает какой-то ошибки. Увел. Жесткий лоу. Муслим вовремя увел ногу. Поджимает, поджимает канату. Муслимом понятно, не надо давать пространство своему сопернику. И только болгарин, оказывается, у канатов можно атаковать. Ужалкивает корпус. Да, вот терпит Топальский. Выдерживает ее. А справа туда больше по селезенке. А слева ноги пока не бьет. Салеха великолепный ударник. Странно сказал, что он сейчас ставит почему-то на один удар. Не такой-то серийно. Ну вот, как раз дотянулся. Я вам показал, право он ударил по корпусу. Так, щелкнул нормально. В арсенале Муслима на самом деле... Хватает. Есть, да, есть тэкдауны великолепные. Если не ошибаюсь... Поймал, поймал. Ну и ранее, ранее, ранее. И сверху занять позицию. К тэкдауном будет 1-1. Не занял. Если не ошибаюсь, в бытности выступления на чемпионатах России у него было прозвище «Домкрад». За то, что любого соперника на уши санда вырывал просто проходом в одну, в две ноги и втыкал головой в татами. В принципе, все. Бой-то закончен. Бой-то закончен. Карл раунд закончен. И если брать такие цифры, а что? И тогда он в одну сторону. Но вот здесь как считать? Был перевод. Уронить уронил. Контроля не было. Так что в этом раунде, если тактическое преимущество еще на стороне Муслина Салихова, то по сухим цифрам 1-1. Ну да, сухим цифром глобально. Ну, посмотрим. Все в руках судей. Ну, вот здесь. Ох, как жалко, что не попал. Да, и смотрите, да, вот реакция болгарского бойца Аотви, Федора Емельяненко. Присутствует сегодня также на турнире. Ну, здесь много кто присутствует. Славленный боец. Президент Союза ММА России. Конечно, надо смотреть, как это все развивается. Винник Лющенко, Эдгар Дзапашкин. Здесь же. Ну, не сами бойцы тоже. Здесь всех перечисляет, на самом деле. В основном не хватит. Много кто присутствует сегодня. Так, решающий раунд нам предстоит. Муслим Салихов против Дэна Топальского. Столкновение двух ударников по правилам смешанных единоборств. В Раидже. Новая. Вот кто будет включаться? Вы знаете, Александр, самое-то сейчас, наверное, любопытное. Это кто первый сейчас будет придумывать то, за счет чего он будет побеждать? Придумывать надо Болгарину все-таки. Не соглашусь. За счет нокдауна, за счет... Преимущество первого раунда все-таки, я думаю, сейчас как бы ведет Муслим Салихов. Хорош, хороший удар, но устоял Болгарин. Жестко очень бьет, очень жестко, здорово бьет Муслим Салихов. Но бьет одиночными. Если бы бил серийно, я думаю, уже бой был бы завершен. Да, к сожалению, нет работы именно сериями. То есть он вот этими микродвижениями очень здорово нервирует своего соперника. Кто-то вообще не знает, с какой стороны к нему приходить. Но при этом Болгарин все-таки сейчас по манере ведения поединка, потому что мы видим, это представитель контратакующей школы. Все-таки он ждет движения. Он ждет, да, ждет своего шанса. Это понятно абсолютно. Попытался лоу пробить. Ну пробил. На пробил. Ну молодец. Ну Муслим во время ногу убрал. Опыт колоссальный, сваток в стойке у Муслим Салихов. А все остальное пока, то, что мы с вами наблюдаем, это все-таки работа больше... Муслим, он старается до соперника добраться. Активности у него побольше. Если брать глобальный. Попадает побольше. Бьет лучше. Ну одиночный. Неужели не писался в формат? Вот такое ощущение, что да. Ну может к плачатке привыкают опять же. Огромная арена, забитая полностью студеном Ледово в Санкт-Петербурге. Ну с его-то титулами достижениями, учитывая то внимание, которое к нему телевиднее оказывало в Китае, за ним там очереди просто выстраивались. Отлично! Ну 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 и дальше-то что-нибудь. Чуть-чуть. Вот-вот она, наконец-то, уши. Вот, значит, уши. Причем сейчас-то попал. Терпит. Давай-давай, раскидывай, раскидывай. Делай-делай сейчас, делай. И дай руки ну. За руку кидаю. А вот сейчас канатом прижиматься-то не надо, потому что Болгарин может поджать. Болгарин очень долго, что-то проход. Да, это контрит, 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 контрит. Контрит, контрит, контрит. Развернулся и ударить. Разорвал дистанцию, а мог бы и пробить. Ну что ж. Ну, в принципе, глобальная, глобальную задачу-то не локальную задачу, конечно, не глобальную. Ну да, в этом эпизоде он исполнил. Хорошо. А вот и серия. Да. Ну и что, последний сполна минуты третьего раунда. Вот, вот это уже больно. Уже видно, что нога убирается медленно. Стоит на стартах, да, 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 да. Стоит практически. Страшно, да, страшно играть. Еще очень болезненно. Две минуты, зал заводится. Гонит, естественно, курорт. Конечно, хочется зрелищ на конце. Да, зрители хотят зрелищ. И эти бойцы могут его дать. Но сейчас понятно, что Муслин явно все-таки выигрывает, ведет. И третий период, и бой. Да, болгарин что, что болгарин? Будет до последнего ждателя, взорвется в конце. Взорваться тяжело. Передняя нога уже отбита. Вот еще раз туда же. Крадется, крадется. Ага, вот теперь уже пробил сильно. Захромал болгарин. Еще раз туда же. Передней ногой, передней ногой. Конечно же. Работаем, работаем. Работаем, естественно. Вячеслав Киселев вызывает. Да, 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 у которого был дебют, как увидел. Идущему в трестной конференции. Хорошо. Все, человек мегаграммный. Готовься. На разных стыдях себя попробовать. Хорошо, и подгазан на Сунаселиху открылось рассвещение. Не вижу. Вижу. Попал. Ну, что, пошла последняя минута. Последняя минута этого боя. Есть! Вот теперь попал. Болтануло. Попал в ответ. Болтануло, болтануло. Здорово. Им все равно стоит. Вот два опытных бойца и два опытных ударника, конечно же, высокого уровня. Ну, конечно, да, ударника высокого уровня и вырубить сложно. Давайте, давайте. 30-30. Акшн! 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 Подкрадывается Муслим. И ходит на удар. Хороший жесткий удар по корпусу. Здорово, здорово атакует Муслим с Алихой. Не стоять, не стоять, не стоять и не дать себя свалить. Хорошо. Хотя бы один раз попасть. Нет. Не хватает партера. Осторожно, осторожно. Снизу сейчас на пол в голову совсем лишний будет. Ну, собственно, на этой ноте, да. Я думаю, все понимают, кто победил. Король Санда переходит в ММА, приходит в М1. Уверенно достаточно побеждает хорошего болгарского бойца, у которого до этого было 8 побед и всего одно поражение. Напомню, что Михаилу Цареву прыгать, знаете, по меньшей мере не стыдно. Михаилу Цареву, Михаилу Цареву? Да. Звучает интеллилатура, где он тебе очень хорошо показал. И человек, у которого, если не ошибаюсь, что-то около 25, по-моему, официально зарегистрированных побед дал смешных единобор. Ну, сейчас, честно говоря, не хочет лезть в статистику. Все у нас просто на территории ГАСи прекрасно знают, кто такой Миша. Здесь, если делать какие-то выводы, я думаю, что выводы делают, вот, естественно, его тренеры, партер. Конечно, партер. Конечно, защиты от рейкдаунов не хватает. Да, но большая упорная работа. У вас получится русский Мирко-тропор. В дальнейшем измысленно Сарехова и мыслим сам. А почему нет? Готов, ему всего 28 лет, он готов, он хочет, ему интересно. Попробуй себя в ММА завоевать самые высокие титулы мировые. Ну, если двукратный Ихил и четырехкратный чемпион мира по уши Усайда, ему в любителях, я думаю, все уже, куда дальше двигаться. Десятикратный становиться. Добился всего, да, Усайда добылся всего, чего можно. Китайцев вырвал титул короля. Отобрал. Добрый день, дамы и господа, единогласным решением судей победа лежал спортсмен из России. Да, совершенно верно. Муслим Салихов. Поздравляю. Второй сорта. Добрый день, город Хасавьюрд. Муслим Салихов. Наши аплодисменты, наши поздравления. Муслим, несколько слов своим поклонникам Петербурга и вся Россия. В прямом эфире телеканала «Россия 2. Болела за тебя». Несколько слов твоим родным и близким, которые тоже наверняка в эту минуту замерли перед экраном. В первую очередь спасибо всем болельщикам, кто в этом бою поддерживал. Мне очень приятно, что все очень тепло и радостно поддерживают. И хочу благодарность объявить президенту нашего клуба Сагид Паша Маханову, а также передать своей дочке привет. Джека, я сделал это. Муслим, почему ты так осторожничал? Всем же было очевидно, что преимущество на твоей стороне. Соперник в любом случае ударник. Каждый удар может привести к нокауту, так что нужно было быть предельно внимательным. Я старался работать внимательно. Спасибо, Агра, за поединок. Надеюсь, что твои раны скоро заживут и увидимся в рейдже. Спасибо, Муслим Салихов. Наш бессмертный ринг-анонсер Артем Анчуков взял короткое интервью. Прямо у Муслим Салихова на ринге. Но, кстати, вы знаете, вот это высказывание, то, что надо работать с партером, оно и Болгарина касается. Данных хороших. Хороших. Данные хорошие, двигается неплохо, в принципе, не теряется, не боится ударов. То, что сел в Нордал, ну, всякая случается. Я думаю, что мы еще увидим этого парня на турнирах Эмланд Челлендж. Эмланд Челлендж. Эмланд Челлендж.